Звезды имеют значительное влияние на жизнь человека. Рожденные под определенным знаком зодиака, люди могут обладать такими чертами характера, наличие которых можно объяснить только с точки зрения астрологии. Чтобы избежать разочарований, это следует учитывать при выборе места для проведения отпуска, ведь в зависимости от знака, предпочтения сильно отличаются. Девы обладают завидным трудолюбием и редко выбираются на отдых. Зачастую они могут похвастаться отличным здоровьем и тщательно следят за тем, чтобы их организм всегда был в тонусе. Если они и выбираются в отпуск, то главным их требованием становится то, чтобы получить за это время такой заряд энергии, который можно будет использовать для достижения новых целей. Лучшие места для отдыха по знаком зодиака, стрелец в основном, девам нравится проводить время на загородных участках, в небольшой компании. Либо посещать музеи и выставки, но это они предпочитают делать в одиночестве, чтобы никто не отвлекал их от любимого занятия. Они не притязательны к комфорту гостиниц и курортных зон, а элитные отели на морском побережье и вовсе нагоняют на них тоску. Лучшие места для отдыха по знаком зодиака, лев любимым занятием девы, которая все же решила отправиться в путешествие, считается созерцание живописных пейзажей и активный отдых. Любовь к новым впечатлениям и желание поддержать свою спортивную форму не позволяют ей долго оставаться на одном месте. Поэтому большинство популярных туристических направлений, где все сводится к лежанию на солнечном пляже и редким экскурсиям в многолюдные места, не способны вызвать у нее удовлетворение. Подобный отпуск может оказаться даже вредным, ведь после него останется чувство сожаления о зря потраченном времени. Лучшие места для отдыха по знаком зодиака, рак по мнению астрологов, лучшими странами для проведения отпуска дев, являются Япония и Швейцария. Обе страны обладают удивительной природой, а за пределами больших городов здесь тихо и спокойно. Швейцарское жизнелюбие и умиротворение широко известны за пределами страны. Страна, находящаяся в самом центре Европы, столетиями избегает втягивания в военные конфликты и политические игры, что, безусловно, говорит о менталитете ее жителей. Природа Швейцарии не нуждается ни в каком представлении, ежегодно привлекая миллионы туристов со всего мира. Сказочные альпийские пейзажи находят отображение на множестве открыток, а возможность отправиться в пешие путешествия по живописным холмам и предгорьям идеально подходит девам, стремящимся найти применение своей неисерпаемой энергии. Что касается Японии, то культура этой страны является одной из самых загадочных для жителей европейского континента. От поездок в большие японские города девам лучше воздержаться из-за их стремительного ритма жизни и высокой плотности населения. Зато посещение национальных парков или небольших провинциальных поселений может принести массу удовольствия. Япония является родиной множества духовных практик и боевых искусств, что может сильно заинтересовать деву, которая, по воле звезд, одновременно обладает и спокойствием, и энергичностью. Кроме того, страна восходящего солнца обладает древней и уникальной культурой, поэтому здесь можно получить яркие впечатления от посещения музеев. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.